Приветик всем! Меня зовут Светлана. Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня я хотела бы рассказать о своих недавних покупках из магазина L'Etoile и не только. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Наконец-то я доехала до нашего L'Etoile. Он находится довольно далеко от меня, поэтому я там была крайне-крайне редко. И слава богу, что он находится далеко от меня. Вот такой мне пакетик дали. Буду теперь ходить и радоваться. Вообще я поехала туда, потому что сейчас там проводится акция. Когда берешь что-то из декоративной косметики, то второй предмет дают в подарок. Уменьшится некоторым. И я поехала туда за пудрой. А конкретно за пудрой от L'Etoile. Я наконец-то себе купила пудру L'Avi In Rose их пудра. У меня, как я говорила, уже загорела кожа и все мои пудры, которые у меня сейчас есть, они мне все светлые. Поэтому мне срочно нужна была пудра. Вот. Я взяла ее в довольно темном оттенке. Оттенок, наверное, 514. Ну, конечно, у меня ничего не фокусируется. Ну, в общем, вот такая вот она. Совершенно без спонжиков, без зеркала. Но мне и не нужно это все было, потому что я ее буду использовать только дома. Она вот такого вот, как бы сказать, матовая. Совершенно, совершенно матовая. И она вот так вот идеально сливается с моим тоном кожи. Его практически тяжело нанести, чтобы вам было видно. Вот так вот. 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 Чуть-чуть отливает ее, видно. Значит, сейчас я ее нанесла на лицо. Она, как я и думала, идеально сливается с моим цветом лица. Она хорошо матирует лицо и скрывает недостатки. Я хотела купить минеральную, их линейку пудр. Там они чуть подороже. Но не было моего оттенка, который мне был нужен. Поэтому я взяла чуть подешевле. Но главное, что я взяла эту пудру, как я хотела ее взять. Очень хотелось мне попробовать что-то из марки L'Etoile. И в подарок. Эта пудра стоила 399 рублей. К нему я взяла вот такую вот помаду-карандаш, которую я тоже хотела попробовать из этой марки. Вот такое вот L'Etoile. Л'Etoile. Это карандаш-блеск для губ. Именно вот в этом оттенке я хотела попробовать. 203 Коралл Плэдж. Как-то так называется. Ну, как бы, вот так вот она выглядит. Это именно помадка. У меня есть нечто похожее от Рейвана. Ну, конечно, тут вот именно блеск она придает. Единственный цвет, конечно, немножко другой. Я ожидала, что он будет более коралловый. А на губах, вот сейчас он у меня нанесен, он выглядит как-то более розовым. Просто розовым, без каких-либо оттенков кораллового. Вот. Значит, он не липкий. Довольно приятно увлажняет губы. Хорошо наносится. Без блесток. Он совершенно без блесток. Просто блеск. Как бы такой глянцевый блеск. У меня есть похожий от Рейвана. Ну, конечно, не совсем похожий. Но вот. Вот такой вот карандаши только. Но там именно блески одни. Одни блески там. Он мне тоже довольно, кстати, давно. И очень мне нравится. У меня там в двух оттенках был. И хотелось попробовать еще вот такой. Вот это бикини, значит, 23-й Коралл Плэнш. Ну, попробовала, конечно, немножко другого я от него ожидала. Вот он такой очень красиво выглядит. В упаковочке таким коралловым цветом. А на губах смотрится просто розовый. К сожалению. Вот. Значит, вот такие две покупочки я взяла в Литуале. То есть, вот эту взяла за 239 рублей. А эту взяли в подарок. Так что, очень выгодно. У кого есть рядом Литуаль, обязательно зайдите туда. И второе, что я там взяла. Это два лака от Сали Хэнсон. Давно я хотела тоже попробовать какой-нибудь лак оттуда. И я давно себе искала какой-нибудь нежно-голубой цвет. Потому что ни в Эйване, ни в Эрифлейме, ни в Фаберлике нету. Именно такого нежно-голубого цвета, матового имя. Вот я нашла такой от Сали Хэнсона. Это какая-то их серия Smooth and Perfect Color Care. Вот такой вот он квадратный. А у меня оттенок 0,6 неба. 0,6 Air. Вот так. Вот. Ну, что я могу сказать. Он меня несколько разочаровал. Выглядит вот такой красивый в пузыречке он. Но на ногтях, вот я его сейчас нанесла. Это у меня три слоя. Он очень-очень прозрачный и очень-очень долго сохнет. Я, конечно, надеялась на нечто совсем-совсем другое от Сали Хэнсона. Вроде как Сали Хэнсона ее хвалят все. Но, может быть, именно вот эта серия не очень у них хорошая. Я не знаю. Я первый раз ее встречаю в магазине, вот эту серию. И в других местах не было именно вот такого нежно-голубого оттенка. Здесь очень-очень широкая кисточка. Очень широкая. Вот такая вот. Я такой тоже редко. И вот он очень-очень жидкий. Я не знаю, что с ним делать. Он очень жидкий, очень прозрачный. Чтобы добиться вот такого цвета, как у пузыречки, наверное, надо нанести еще больше, чем у меня слоев на пальцах. Разочаровал несколько меня этот лак. Стоил он 300... Ой, 300 с чем-то. Не помню точно сколько. Но он участвовал тоже в акции в Литуале. И к нему можно было выбрать лак. Только несколько дешевле. Я взяла за 129 рублей. К сожалению, там был маленький выбор вот этих за 129 рублей. Но тут цена написана. Я взяла вот такой вот с Али Хэнсом попробовать. Просто глиттерный лак. Это 180 у меня. Диско Болл называется. Вот. Вот. Значит, тоже немножко меня разочаровал он. В общем, оба меня и лака эти немножко разочаровали. Потому что... Вот. Я похвалюсь. Я купила себе наконец-то ромашку. Правда, одну всего нашла у нас в городе. Еще потом надо будет прикупить. Вот так, значит, выглядит... Если вам будет хоть что-то видно, конечно. Блески. В общем, чтобы добиться вот такого эффекта, опять же, как здесь. Чтобы было много-много блесток на пальцах, наверное, нужно нанести слоя 2-3. Потому что с одного слоя блесток получается совсем немного. Наверное, ничего не будет видно. Вот. А это вот этот вот голубой лак. Это два слоя нанесем. Вот он очень-очень бледный получается. Такие дела. Затем я вышла с литуаля. И там у нас небольшой закуток был. Я еще прикупила немножко лаков. Там, вот, кстати, там ромашку я эту купила за 38 рублей, по-моему. Я, правда, у нее просила две ромашки, но она, в общем-то, одну дала. Вот. Там была представлена какая-то фирма Аурелия. Я такую не встречала, не знаю. Аурелия, кстати... Изготовитель платок, Россия, Москва. Купила вот такой вот интересный лак. Это, как бы, вот такой вот... Как это называется? Блестящий вот такой лак, но на ногтях он матовый. Мне понравилась эта серия у них. Аурелия Гламур. У них там была, в принципе, неплохая представленная линейка таких цветов. Вот так вот он выглядит на ромашке. Мне нравится на ощупь. Очень приятно. Вот такой вот, может быть, не видно, конечно, отсюда. Кажется, обычно. Это один слой у него. Даже в один слой, в принципе, неплохо выглядит. Вот. Но мне больше всего понравилось, что это... Ага, вельвет эффект. Вот тут написано, что это с вельветовым эффектом. То есть, как бы, матовый эффект создается на ногтях. И очень приятный на ощупь. У меня это 38-й цвет. Жей 38, может кто-то встретит. Там еще были такие и розовые разные оттенки, и фиолетовые. Вот что-то мне вот этот приглянулся. Хотя я долго выбирала цвета. Вот такой вот я взяла оттенок, значит. Вот. И взяла еще один. Там была широко представлена вот такая серия. Golden Rose. Вот с такими вот яркими крышечками. Я такой еще не встречала в других местах. Это Impression. Impression. Golden Rose. Это какая-то серия. Значит, у меня в 11-м оттенке. Хотя там тоже было большое количество. Очень большое количество. Это глитерный лак. На прозрачной основе. И блесток там очень-очень много. Если вот можно видеть, что очень много. И они, как бы, такой прямоугольной формы. Не кроленькие, не маленькие. А вот именно прямоугольной формы. А там были такие серебристые. И черные с чем-то. Там разные сочетания цветов. Ну, тоже очень красивые. Зеленые, голубые. Вот так вот он выглядит на ромашке, этот лак. Вот такой вот. В принципе, блесток довольно много. И смываются они, кстати, легко. Я пробовала на одном пальце себе сегодня нанести его. Смылся он довольно быстро. В общем-то, блесток много. Мне понравился этот лак. Единственное, я взяла вот такой вот сиреневый цвет. И у меня такого лака как бы нет. Сиреневого. Ну, не знаю. Посмотрим. Значит, взяла я такие два лака. И к ним я взяла сушку попробовать. Также от этой фирмы Аурелия. Сушка спрей мгновенное высыхание. Значит, так же, как от Эйвон у меня сушка. Она точно такая же в спрее. Посмотрим, эффективнее ли она будет. Стоит она, кстати, недешево. 90 рублей аж. Вот. Но, правда, она пахнет более приятно, чем от Эйвона сушка. Посмотрим. Я что-то не догадалась. Вот. И до конца дали мне вот такую карточку для туалет. Похвалюсь. Давно я хотела себе хоть какую-то скидочную карту. Но пока это только рубиновая карта клиента. Ну, я надеюсь, что потом у меня будет побольше что-то. Я хотела просто с официального сайта ихнего, лету.ру, заказать что-то. Но там, получается, если у тебя нет карты, довольно дорого все. Вот. Поэтому вот такую карточку у меня теперь появилась. 10% скидочек. Благо, что от меня летуаль довольно далеко, и поэтому я не так часто туда буду заходить. Девочки, забыла еще рассказать об одной вещи. Это я уже знаю, на следующий день. Значит, это когда я ходила в летуаль. А, естественно, после того, как я совершила там покупки, я спросила, девочки, а можно ли мне пробников? Потому что я была наслышана, что в некоторых магазинах, которым повезло девочкам, у них пробники дают их много. А одной девочке, я видела, дали столько пробников, что хватило как раз бы на коробочку Эльбокс или Глэмбокс. Кстати, я по наним холостам духов. И дали мне от доброты душевной. Девушка буквально оторвала от сердца. Вот такой вот, хотя при этом она не сказала, я вам даю пробник помады от Живанши. Но я не нашла, конечно, помады. Единственное, что я здесь нашла, это был пробничек вот такой, вот, малепусенький, совершенно малепусенький. Я так поняла, что это аромат какой-то от Живанши, но увы. И причем это было даже не маленький там пробничек, хотя бы дала бы в бутылке, чтобы обрызгаться можно. Нет, они дали вот такой вот, вот такой вот. Фу, что-то один спирт чувствую. Вот это и все, что я допросилась от наших консультантов в Литуале. Вот так. В принципе, довольно приятный аромат. Сейчас я его на себя нанесу. Раз уж открыл, чтобы быстро вылететься. Так. И что еще хотела рассказать? Значит, ходила я сегодня еще за покупками, как обычно. Вернее, даже просто проходилась мимо. И нашла еще два лака. Это от Golden Rose. Из серии Rich Color. Которая у них довольно известная, популярная серия. И довольно неплохая. Наслышанная про нее. Купила вот два таких вот чудесных, эмалевых. Именно без блесток, просто эмалевые лаки. Один это 38-й лак. Вот 38-й номер. Значит, вот такой вот у него красивый лавандовый цвет. У меня еще почему-то в камеру он выглядит каким-то синим. Но на самом деле это лавандовый цвет. Вот так вот он выглядит на ромашке. Бля, он тоже синий. Вообще-то это лавандовый цвет. Почему он выглядит синим, я не знаю. В общем, это вот с одного слоя. Очень такой... Получился довольно насыщенный цвет. И очень понравилось, как он смотрится на ногтях. По крайней мере, на ромашке. Вот такая вот у него всем известная широкая кисточка. Такая же точно, кстати, как у Салли Хэнсона, что вчера я купила неудачный голубой лак. И так как я вчера купила неудачный голубой лак, сегодня я увидела вот такой вот голубой лак. В этой же серии. Это 15-й номер. Немножко он темнее выглядит в бутыльке. Но... Сейчас я покажу. Ну и на... Соответственно, на ногтях он будет выглядеть темнее. Вот так вот он выглядит. А это тот, который я купила вчера. Который вот у меня на ногтях. Он совсем-совсем светлый. Но я думаю, их можно будет даже между собой как-то комбинировать. Они будут довольно неплохо смотреться. И так же можно вот эти два лака будет между собой комбинировать. Я думаю, тоже будет это смотреться довольно красиво. И вот такие мои две еще лаковые покупки. Вот. Сделаю скоро видео о своих лаках. Потому что у меня их становится все больше и больше. Вот. Как только сделаю, так обязательно покажу. Добавлю я этими двумя лаками. Они мне очень понравились. Стоили они по 40 рублей. Не сравнить с тем, что я вчера заплатила за Салли Хэнсон. Вот этот лак голубой. Так жалко мне денег. Просто очень. Отдала просто зря. Ужасное качество. И ужасный цвет. И все ужасно. Не сравнить с этим цветом. Буду теперь к этой серии приглядываться особо. Вот. Что еще я хотела рассказать. Я купила... Это еще раньше было. Вот. Я купила от Катрис. Который, я говорила, наткнулась. У нас отдел есть, оказывается, в косметичке у нас магазин, так называется. Там есть у нас Катрис. Я себе давно искала белый карандаш для подводки нижней. У меня не было чисто белого. У меня есть разные серебристые, розоватые. Но вот белого еще не было. Просто, чтобы попробовать. Потому что я не знала, что это такое. Хотя я слышала, конечно, что розовый, он создает как бы не очень так... Ой, белый именно. Не очень естественную линию нижнюю. Ну, мне нравится. Какой эффект создает. И вот я взяла от Катрис. Вот такой чисто белый каял. Совершенно матовый. Совершенно без каких-либо блесток. И очень-очень хорошо и прорисовывать нижнюю линию. Он отлично наносится. Очень приятное нанесение у него. Жирный такой довольно. В общем, то, что нужно как раз под 0,40 у меня оттенок. White. Белый. Вот. Вот такой я взяла. И о чем еще хотела рассказать. Взяла я себе... Когда я приехала с отпуска и поняла, что все мои тональные кремы, которые у меня есть на данный момент, они все мне светлые. И я выскочила в ближайший магазин, который у нас рядом с домом. И купила первое, что попалось под руку. Это тональный крем от Evelyn. Матовый. С регенерирующим комплексом и защитой от ультрафиолета, кстати. Хотя стоил он что-то там рублей 40. Вот. Я взяла, значит, его... Какой же тут оттенок? Тут какой-то Q10 написано, типа омолаживающий что-то. В общем, не написано тут оттенка. Обеспечивает оптимальное впитывание и продолжительное увлажнение. Скрывает мелкие дефекты кожи. Не закупоривает поры. А новая формула с коэнзимом Q10 гарантирует молодой бархатистый вид кожи. Что самое интересное, он мне понравился. Вот так вот. Можно за 40 рублей купить хороший тональный крем. А я его взяла просто, чтобы пока ждала свой BB крем от Devor. Который только получила вчера. Вот. Поэтому вот такой вот он темный. Я взяла его тоже в довольно темном оттенке. Вот так вот он наносится. Пахнет довольно приятно. Ну, такой стандартный крем. Стандартный запах. 30 мл в нем. В общем, не разочаровало меня. За свою копеечную стоимость вполне неплохой тональный крем. Кстати, хорошо скрывает какие-то пигментные пятна, которые у меня, к сожалению, появляются летом. И что самое интересное, он, правда, защитая от ультрафиолета, да еще с какими-то тут регенирующими комплексами, рекондирует мелкие морщинки. В общем, очень-очень я довольна им осталось. И даже сейчас активно им пользуюсь. Вместо BB крема Devor я пользовалась им. Сейчас буду вместе с ним. Или пауать поочередно. То-то-то-то. Вот такие вот у меня были, значит, недавние мои покупочки. Закупилась я еще основательно органик шопа. Ну, я решила его для него сделать отдельное видео, потому что у меня его получилось довольно много. И в этом видео все получится очень-очень длинно. Недавние покупочки июня. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо большое, что смотрели меня. Пока!